Сегодня в суде железнодорожного района Красноярска состоялось первое открытое заседание по делу экс-министра промышленности Дениса Пашкова и бывшего директора завода Септишмашина непокойного Павла Лусникова. Напомним, они обвиняются в хищении бюджетных 29 миллионов рублей. Адвокатами ответчиков было представлено несколько хода, то есть, однако, ни одно из них не было удовлетворено. Все подробности в репортаже Марии Семеновой. Из сказанного на сегодняшний момент государственным обвинителем текста обвинительного заключения я не понял, в чем противоправность моих действий, где я нарушил закон. То есть, вернув предельное обвинение, вы как признали? Не признали. Не признаю полностью. Пожалуй, это наиболее популярные фразы ответчиков на сегодняшнем заседании суда. В самом начале вдове бывшего директора завода Септишмаш предложили закрыть дело из-за смерти обвиняемого Павла Лусникова. Я возражаю против прекращения уголовного дела по факту смерти. Никто с них ни копейки никуда лично себе не приспособил. Все деньги от копейки до копейки ушли на те долги, которые были у предприятия. Напомню, Пашков и Лусников обвиняются в хищении 29 миллионов рублей из краевого бюджета. Господдержкой Септишмаш погасил долги перед энергетиками. Такую схему следствие признало мошеннической. Сегодня обвиняемая сторона пыталась несколько раз перенести заседание суда. Адвокаты Дениса Пашкова пытались доказать, что субсидийные деньги поступили на счет филиала банка, который находится в центральном районе города Красноярска. Потому дело должно рассматриваться в суде центрального района. Однако это ходатайство было тоже отклонено. Накануне свою позицию по отношению к этому делу озвучили в правительстве края. Там считают, что Пашков не виновен, так как деньги были возвращены в казну. Такое заявление поразило следователей. Следственные органы считают, что в ходе рассмотрения уголовного дела любые заявления, которые кто-либо делает о виновности лица, являются преждевременным. Поэтому мы считаем, что уголовно-правовую оценку действиям бывшего министра Пашкова должен дать только суд. Возможно, теперь заявлением кабинета министров займется прокуратура. На этом настаивают в Следственном комитете. Следующее заседание суда состоится 18 июля. Мария Семенова, Александр Мадейченко, Вести, Красноярск.